Девчонки, привет! С вами Катя. Сегодня я расскажу вам о своем наборе косметики Lush. Это уходовая косметика ручной работы, которую я очень люблю, безумно обожаю. Каждый месяц стараюсь делать какие-то небольшие маленькие покупочки. Итак, начну с мыла. Мыло у меня есть вот такое. Это такое мыльница. Оно с кусочками фруктов и ягод. Если вам видно. Очень классное мыло. К сожалению, забыла, как называется. Вкусно пахнет какими-то, знаете, такими сливками, что ли. Такой приятный очень аромат. Чем хорошо это мыло? Оно очень классно пенится и абсолютно не сушит кожу, даже делает ее мягче. У меня достаточно чувствительная в этом плане кожа. Я не люблю вот такие обычные бруски мыла. Ими никогда не пользуюсь. Пользуюсь исключительно жидким мылом с добавлением каких-то таких смягчающих компонентов. Но это, конечно, вот это мыло не идет в сравнении ни с одним мылом, которым я пользовалась до этого. Оно так смягчает кожу. После него не нужен никакой ни крем для рук, ничего. После того, как нанесешь крем на руки, все равно вот он чувствуется, да, руки как будто бы немножко жирные, пока он не впитается, пока излишки крема не уйдут, не впитаются. После этого мыла ощущение мягкости, легкости, нежности такое в руках, причем без всякого вот такого жирного налета, каких-то неприятных ощущений. Просто супер. Мыло отличное. Итак, следующее мыло, которое у меня есть, это вот такое. Мыло называется Овсянка. Итак, мыло Овсянка, оно с отшелушивающими частичками. Здесь скорлупа грецкого ореха, овсяные хлопья. Почему оно и называется Овсянка? Запах такой вот, немножко с добавлением меда, мне кажется. Очень классное мыло, оно очень здорово отшелушивает кожу, очень приятно, такой очень приятный массаж. Причем вот эти вот отшелушивающие частички, они в мыле остаются. То есть, бывает, наносишь скраб для тела, я об этом чуть позже скажу, у меня есть такой. Наносишь, и скрабирующие частички остаются на коже, их надо вот, ну, вмассировать еще в кожу. Здесь частички остаются в самом мыле. Надо сказать, что после любой косметики, будь то гель для душа, мыло, скраб для тела, желе для душа, после любой косметики фирмы ЛАШ требует после душа, после использования вот этих средств, нанесение бальзама или крема для тела. Она делает кожу такой вот мягкой, очень сильно увлажняет, то есть, можно все, вот, использовали мыло, и без всяких кремов для тела все. Оно очень хорошо увлажняет, несмотря на то, что, да, это мыло-скраб, что оно еще и скрабирует. Про скраб для тела, еще у меня есть вот такой вот скраб, тоже, к сожалению, не помню, как называется. Пахнет, ну, вот с добавлением меда, мне кажется, что это такое безумный аромат, просто безумный. У меня вот в такой коробочке, тоже отлаж. Вот он, как раз его наносишь на тело, частички скрабирующие, они остаются на теле, и их нужно втирать. Это мне очень нравится, я вот, мне больше нравится вот этот скраб. Я вот его поклонница, покупаю его уже в третий раз, вот этот брусочек. Просто безумно увлажняет кожу, я уже сказала, да, любое мыло, скраб для душа, он очень сильно увлажняет кожу. Но этот просто, ну, делает ее настолько бархатистой, шелковистой. Ну, сказала уже, да, что вот этот скраб, это мой фаворит. Мой любимый скраб, я его покупаю уже в третий раз, и планирую покупать его еще и еще. Так, следующий продукт, это гель для душа. У меня их два из одной серии, по 100 грамм бутылочки. Серия называется The Olive Branch. Начну, наверное, вот с этого. Здесь еще чем примечательно, что на каждой баночке, на каждой бутылочке с обратной стороны есть вот такой вот портрет с именем, кто придумал, кто создал вот этот продукт. Здесь Made by Jack, сделано от Джека. Итак, что входит в состав, да, вот этого геля для душа? Так, читаем. Свежий мандариновый сок, оливковое масло, масло бергамота, мандариновое масло, морская соль, экстракт горденьи. Очень мне нравится этот гель для душа, он очень мягкий, он очень здорово пенится, его надо совсем немножко, несмотря на то, что он, вот если вам видно, он достаточно жидкий, он, наверное, чуть-чуть гуще, чем вот обычная водичка. Такой вот достаточно жидкий, я была сначала как-то так удивлена, что как такой жидкий гель для душа может хорошо пенится и вообще вот как-то вот и расход. На самом деле очень здорово, расход у него очень маленький, его надо совсем немножко на губку. Пенится вообще шикарно, но вещь классная. Вещь классная, ничего не могу сказать. Он очень мягкий, очень легкий, очень воздушный, очень приятный запах. То есть вот для любителей геля для душа супер. Ну, я не знаю, это надо сравнить. Можно сравнить обычный любой гель для душа и вот это. Сразу чувствуется разница, я даже не знаю, как словами объяснить, но разница, конечно, колоссальная. Итак, следующий продукт, который я вам хочу показать, это крем для тела. Вот такой вот карма-крем. Мой любимый, любимейший, наилюбимейший крем для тела. Он даже не крем, а, я бы сказала, такой лосьон. Он очень легкий, летний, безумно увлажняет кожу и в то же время не делает ее жирной. Он быстро достаточно впитывается и оставляет ощущение свежести, легкости на коже, без всякого даже намека на жирность. Вот так вот выглядит. Аромат, опять же, безумный, но я это буду говорить про любой продукт фирмы Lush. Будь то мыло, гель для душа, крем для тела, масло, крем для ног, про все. Итак, увлажняющий крем для тела марки Lush. Мы хотим, чтобы вы ощущали себя комфортно во всех отношениях. Чудесный легкий крем с экзотическим ароматом пополнил нашу любимую коллекцию карма. Состав. Вода цветков апельсина, миндальное масло, простите, масло какао, масло пачули, масло апельсина, лавандовое масло, сосновое масло, лимонграссовое масло, масло элеми. Итак, вы видите, да, что состоит, в общем-то, из одних масел, поэтому безумно увлажняет кожу, но очень легкий. Я вообще не люблю крема для тела, и в очередной раз повторюсь, что у меня чувствительная кожа, и я не люблю. У меня сразу ощущение жирности на коже, что я вообще не приемлю. Я очень-очень-очень редко пользуюсь кремами для тела, только зимой, когда уже совсем дикие морозы, и кожа просто очень сухая. Ну, хочется ее увлажнить. Летом я вообще никогда в жизни не пользовалась кремами для тела, но вот этим пользуюсь систематически. Сейчас жаркое лето, и каждый раз, каждый день готова им пользоваться, потому что безумно легкий, быстро впитывается, не оставляет абсолютно никакого ощущения жирности на коже, только свежести, легкости и облако аромата. То есть прямо вот после нанесения этого крема я чувствую себя вот в таком вот ароматном действительно облаке, которое меня окружает. Итак, про крем для тела вам рассказала. Переходим к массажному маслу. У меня их два. Одно вот такое вот, в виде сердечка, с таким сладким немножко ароматом. Я его сразу положу, потому что оно тут же начинает таять в руках. И второе у меня массажное масло вот в такой коробочке. Вот такое. Оно с цитрусом. Оно впитывается. Мне очень нравится, что когда его берешь, оно твердое, оно абсолютно не втирается. И как только начинаешь водить им по коже, оно тут же начинает таять в руках, впитываться. Это вообще здорово. Очень мягкое, потрясающие запахи, опять же, да, продукту. Это вот такой скраб для губ. Минджабс. С ментолом. Мейт бай Лукас. С медом. То есть, это такой вот явный медовый аромат. Вот так вот он выглядит внутри. Мелкие-мелкие частички скрабирующие. Его надо совсем каплю на губы. И он очень вкусный и сладкий. То есть, я его беру, буквально даже не зачерпываю, а просто вот ввожу там пальцем. Наношу на губы, на нижнюю, на верхнюю губу. Немножко втираю скраб, да, и просто его слизываю. Он очень вкусненький, он сладенький, с медовым вкусом, запахом. Ну, супер вообще. И губы после него, они становятся такие мягкие. Вещь очень классная. На самом деле, вся косметика фирмы ЛАШ, она вот просто у меня нет продуктов, которые бы мне не нравились. Все здесь просто идеальное. Все идеально подходит лично мне. Обожаю эту косметику. Сейчас, после фирмы ЛАШ, я не пользуюсь абсолютно никакой другой уходовой косметикой. Гель для душа только ЛАШ, крем для тела только ЛАШ, бальзамы, масло, мыло только ЛАШ. Вот из этой серии есть еще блески для губ. Ну, вот в таких же упаковочках тоже все собираюсь приобрести и приобрету, наверное, в скором времени. Вам покажу. Очень я довольна всей вот этой продукцией. Ну, и дали мне тут при какой-то покупке вот такой пробничек. Это крем для ног. Розовые пяточки называется. Тоже вкусненько пахнет. Он такой. Вот такой вот. Розовый. Крем для снятия усталости, ног, стоп с охлаждающим эффектом и увлажняющим, естественно. И что самое удивительное, крем действительно снимает усталость с ног, охлаждает, увлажняет, делает ногам очень-очень приятно и хорошо. Вот этого пробничка я им уже пользовалась два раза. То есть здесь у меня еще на один или даже два раза осталось. То есть ничего себе пробничек, да, на четыре раза. На четыре использования. Тоже классный, мне понравился. Итак, это пока весь мой набор косметики, уходовой косметики фирмы Lush. Он будет пополняться однозначно, пополняться другими какими-то средствами, уходовыми, которых у меня пока нет. Ну и, в общем-то, по мере пополнения буду вам показывать, рассказывать про каждый продукт. Ну, надеюсь, вам понравилось. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...